С первого взгляда и не скажешь, что этот молодой человек, входящий в развилковскую школу, олимпийский призер. Единственное, что его выдает, это спортивная форма с символикой российской олимпийской сборной. Евгений Рылов окончил эту школу не так давно. Он учился в спортивном классе и, несмотря на то, что львиную долю времени уделял плаванию, общеобразовательные предметы ему давались легко. О тех годах он вспоминает с улыбкой, говорит, вот только не нравилось сидеть на уроках по 45 минут. В этот день он сидел здесь дольше, но не в классе, а в актовом зале. И все внимание было направлено не на преподавателя, а на него самого. Это была встреча сегодняшних школьников с уже ставшим легендой бывшим учеником. Я считаю, что нужно чаще делать такие встречи, потому что людям интересно, многие интересуются видами спорта, разными, тем же самым плаванием. И у них есть вопросы, и, конечно же, лучше узнавать это от профессионалов. Такая импровизированная пресс-конференция, в которой в роли журналистов выступили школьники, была собрана для того, чтобы ребята могли перенести опыт успеха у человека им знакомого. Каждый из учащихся знает и гордится Евгением. И даже тем, кто не намерен связать жизнь со спортом, было интересно послушать олимпийского призера. А уж что говорить о детях, чья мечта – победный подиум. Мы же будущее поколение этой страны. И хотелось бы также когда-нибудь представить нашу страну на таких соревнованиях, как олимпиады. И школу, да, наверное. И школу, конечно. Ребята активно задавали вопросы Рылову, а в перерыве, когда на экране транслировали документальный фильм о спортсмене, Евгений неловко смущался. Общаться со школьниками и давать советы ему было куда приятнее. Самый главный совет – это о том, что надо получать удовольствие. То есть, чем ты занимаешься. Не надо это делать, если тебя там заставляют кто угодно, друзья, родители, даже родители когда заставляют. Если тебе это не нравится, ну, надо поговорить с ними. Но нет смысла заниматься тем, что тебе не нравится, и этого результата не будет. По завершению официальной части у школьников была возможность пообщаться с половцом лично, взять автограф и, конечно же, как принято, молодежи сделать селфи. Эту встречу ребята запомнят надолго. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.